те на уровень суток сейчас как обещал говорил будет это у нас гортань почти колтык здесь тоже есть на 1 на 2 порежем порежем и рыбки наверное и мотворю потому что с рыбкой и с мясом будет вкусно в принципе пойду за кастрюлей и начнем варку он будет вкусно тина так сейчас я рыбки достану так рыбка так ну что начнем резать гортань горяченькой налим водички и будет хорошо вода чистая вот я раза три или четыре откачивал не помню три вроде раза или два раза три да я по два кольца откачивать верхушки но это примерно где-то тонну чем-то только у нас 800 литров кольца горячий горячий идет пыхтит наберемся собрать тренинг ну а бы потом будет стынуть мы поим по делам потасу и гортань без капусты хорош капусте все пока все чик чик чирик 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 опа так мы и сразу сейчас поставим пусть она все время не терять горит гори гори моя свеча так чуть подальше ну вот в принципе парит он видите как так ну что будем нарезать рыбу в конце бросим и это жена сюда положить сейчас будем резать сюда поближе достану тесак видите они как вот колтыки то вот эти продают до говяжьи а них вот так вот отдельно вот так куда и 180 рублей а вместе с таким колты кому это гортани вот эту я купил по 100 рублей килограмм а если отрезать хитро да вот это вот я тогда брал им четыре штуки мне вышло там 300 чем-то рублей представлять как можно от одной части которая до идет это можно разделить по разным этим всем сделать и по отдельности все продать и будет какая большая выгода нормальный ход конем да так как колтыка у нас два на гортани мы я его разрежу но на две части будет их 4 но такие вот колтыки ну и все да сейчас я трубы трубу эту разрежу на всякие кусочки блин забрызгивает и все кровью здесь кошмар 1 уборку нет кошмар не успеваю что это не люблю как бы люблю когда на кухне чисто чтоб посуда не стоял ничего вообще ну может там когда устал с ночи положил ну вообще нет всем это редко утром встал и сразу все перемыл тарелку там половник если суп ел вать без одних копыт приходишь домой желаете а сейчас я все это перережу но конечно рыба уже под самый конец закипит а потом рыбу там кашу и все так я буду немножко резать и убираться так гречку геркулес и вот этот геркулес сейчас еще рис но остаток чтобы не оставлять в основном будет греча вот рыбка закипаем накрываем иду за морковкой и посмотрю что у меня с рисом так рис и слава богу вообще какой-то как отходы какие-то виде не рис ну поэтому и цена хоть и полтинник цена да а он тут как этот дробленый тут весь но и не наоборот хорошо мелкий но и такой мелкий раздроблен такой уже на плов или куда-то не пойдет как дробенка какая-то так все ждем так морковку пойду я вот такие три помоем и нашинкуем так ну что-то закипела по ходу уху 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 на большом огне конечно ой варится варится так варюха варюха так так морковку мы сейчас все сделаем сделаем пусть варится пока бульончик есть добавим потом чуть подсолнечного масла так сейчас морковкой так морковка до втором отрезаем хвосты и головы так полосочками нарезаю шинковать я не буду нарежу страну мелко сделаю вот на полосочки пальцы бы не отрезать последний раз руку всю изране какая какой-то день не два два три дня было не ослажаем вообще одну руку всю изрезал ранение тут здесь скрыл здесь шов у меня здесь и все ножом то так резану то так резану полосну короче кошмар какой-то весь весь короче вранить и ранение так будем сейчас мы закидывать морковку кипит это хорошо сейчас морковку и и рису наверно сейчас мы закинем вот так накидываю остаток морковки то что оба но вот три морковочки ушли на кастрюльку небольшие везде моркова будет присутствовать пусть варится пока варится так мы сейчас с рисом будем разбираться рис 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 давайте по ним чуть-чуть риска мелкого 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 виска я думаю что мы и гречу сейчас сделаем потому что тоже как бы так крупная крупа этот все пальчик ну а под конец уже махнем сейчас я еще маслица подсолнечного добавлю откроем сломаем новую опа сломал чуть-чуть тоненько льется вот такой же ротчик начинает плавать но скатываться это не вредит собакам это полезная вещь вот так что все хорошо тут без вреда не провернуть никакой колтыки эти вот такие куски по ней он свернулись ну для собака это мягко будет для человека конечно жестковато все-таки гортани из гортань темненький бульончик такой небольшой серенький вот ждем пусть закипает поварится а дальше уже под конец геркулес овсяные хлопья геркулес закинем у нас еще же рыба 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 кит потасу морская вот 358 штук по 2 но они разварятся их не будет не видать кто знает надо как-то попробовать не блюдо себе попробовать потасу купить и попробовать ее пожарить не знаю как что получится ну принципе морская рыбка неплохо хотя мне караси лежат и подлещики лежат замороженные мне есть немного рыбы нет караси карась на грамм по 400 по 350 4 4 ну под 500 по пол килограмм есть караси потрошенные чищены и все вот и вот сейчас мы закинем закипаешь закипает так возьмем рыбу сейчас что у нас тут закипает почти закидываем рыбу сюда пусть варится она развалится разварится и на частички потом я практически можем быть и не наблюдать рыбу сейчас сделаю пошибче гроз вот ее можно даже потом не наблюдать и все пусть варится у нас остается последний штрих это закинуть геркулес овсяные хлопья для густоты но я не знаю куда надо будет туда кидать когда она начинает закипать когда там одно мясо и рыба и плюс каш сейчас разойдется ладно подождем сейчас так ну что посмотрим что-то нас гречка пошла кверху разварилась рыба тоже потихонечку начинает разваливаться на части как я и говорил но что-то еле проворачивается нормально нормально кипит она уже все этот давайте сейчас высыпем вот этот пол грамм 150 наверно вообще пачка 400 граммовая но я же уже использовал поэтому горлит кипит это мало конечно так сейчас еще геркулес слабит но рис нейтрализует смесь каши геркулесовая и крис все нейтрально получается все высыпает слюда слюда так размешаем размешиваем чуть-чуть дойдем даем чуть-чуть сейчас наверно посмотрим может быть потом придется воды добавлять потому что загустеет очень много получилось в кастрюле всего вот и не промешать но еще посмотрим чуть-чуть сделать не так сильно она про сейчас загустеет и мы сейчас это увидим ее густоту вода вся уйдет поэтому придется может быть разбавлю немного водой так все пусть немного кипит ставлю на мел на маленький огонь везде вот геркулес так выкидываем так все я выключаю это уж каша идет к верху она настоится рыба разварится может быть на бой чуть раньше кидать но она вся вот она вся расходятся он уже и крипты и все она вся сейчас будет на мелких кусочках я перемешиваю видите кашу уже все вода уходит я больше не имею не вижу смысла ее дальше варить потому что теперь она должна настояться она уже вся вода и все запах рыбы идет и такой говяжий очень вкусно темно-коричневый светло-коричневый бульончик ждем сейчас посмотрим как она настоится будем добавлять воды или нет мы сейчас это все чуть позже со временем увидим так прошло минут 15 где-то примерно какая выключил отведи как каша загустела вот так вот она набрала воду в себя взяла и теперь это каша не вода какая-то похлебка вода не попьют и с другой миски ну вот теперь на остывание рыба вся развалилась распарилась вот готова теперь на улицу на остывание приедем покушаем и посмотрим потом следующем видео как они кушают вот это прекрасное полезное блюдо тут и рыба тут и мясо тут и крупа вся полезная рис греча геркулес овсяные хлопья морковка подсолнечное масло чуть-чуть вот такое прекрасное блюдо сидим на натуралке кушаем натуралочку вот так что все сейчас на улицу и пусть остывает всем приятного аппетита спасибо что посмотрели за общение спасибо все всем пока пока увидимся на каналах